Разве сердечные встали, давайте, я попрошу, давайте, не поленились, и давайте помашем. Всем привет! Всем привет! Сердце для психолога едва ли не главный рабочий орган. Но сегодня профессионалы в гештальт-психологии и психодраме собрались вместе, чтобы прокачивать мозг, оттачивать навыки работы с клиентом и избавляться от собственных трудностей. Все-таки психолог тоже человек. И, разумеется, взрослый человек устойчив, как правило, да, и какое-то довольно продолжительное время он может провести без среды единомышленников и в это время все равно сохранять свои навыки, свои принципы. Но лучше, конечно, быть в такой среде, где есть такой кислород. Для студентов это, ну, такая замечательная возможность соприкоснуться с профессиональным сообществом, познакомиться с различными методами, побыть рядом с людьми, которые помогают людям, занимаются этой помощью профессионально на постоянной основе, ну, так, напитаться средой. Гештальт означает образ. Если на фоне событий жизни ярко выделяется одно конкретное, человеку нужно приложить усилия, чтобы закрыть ситуацию, разрешить ее психологически безопасным способом. Тогда он перестанет застревать на одном месте и пойдет дальше. Мы не осознаем, как мы влияем и как мы на влияние реагируем. А гештальт позволяет вот эти вот участки сложные сделать осознанными. Если я ссорюсь с людьми, да, то каким образом я это делаю, из-за чего это происходит? Если я одинок, то каким образом я это делаю? А как тебе вот этот кувшин? Потому что, по сути, вот все время, да, если мы не проявляем агрессию, да, то мы как-то там вот недореализовываем, ну, каких-то часть потребностей. В психодраме клиенты активные участники. В импровизированной постановке человек может исполнить самого себя или сыграть роль своего близкого, с которым ищет контакт, или какую-то эмоцию. Так человек договаривается и сам с собой. Для меня очень интересна эта конференция. Это развивает мои какие-то профессиональные навыки и вообще расширяет кругозор. Каждый год здесь собирается около 200 человек. Из 20 спикеров большая часть – алтайские специалисты, которые уже обучились и используют современные методы в собственной практике. Но и они нуждаются в постоянном росте и развитии. Ведь по итогу забота психолога о себе повысит и качество его услуг. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.